Привет, с вами Кен Рассказ. Сегодня мы поговорим о фильме 1978 года, боевике о комедии о боевых искусствах. Змея в тени Орла. Осторожно, спойлеры! Погнали! Последние сто лет у клана Змеиного Кулака было соперничество с кланом Орлиного Когтя, который специализируется на боях в стиле Орла. Клан Орла поставил своей миссией убить всех до единого из членов Змеиного Клана и полностью изменить стиль ведения боя. В начале фильма одному из последних выживших членов Змеиного Клана бросают вызов – Шэн Куан, мастер Орлиного Когтя. Эти двое, сражаясь, используют свой соответствующий стиль боя, но Орлиный Коготь, очевидно, более силен, чем Змеиный Кулак. Шэн Куан клянется убить своего противника и покончить с наследием Змеиного Кулака. Однако выясняется, что мастер Змеиного Кулака по имени Пай все еще жив. Шэн Куан убивает своего противника и продолжает поиск своего последнего и единственного противника – Пая. Тем временем Пай ведет нищенскую жизнь. Он почти не зарабатывает денег и живет на объедке. Однажды, когда он спал в гамаке, застеленном из одной веревки, кто-то врывается в комнату и пугает его. Оказывается, что арендодатель привел бандита, чтобы выгнать Пая, так как он не заплатил арендную плату за месяц. Пока они ищут места, где спрятаны деньги, они натыкаются на Змею. Когда они отвлекаются, Пай быстро охватает свою миску с рисом и пару палочек для еды и выбегает на улицу. Он окружен и атакован бандой. Используя чаши и палочки для еды, Пай защищается без особых усилий. Даже несмотря на то, что его противники носят ножи, его палочки для еды способны одолеть их. Один из головорезов натыкается на члена орлиного когтя – Су Чена, пытаясь бежать за Паем. Когда бандит описывает Пая, Су Чен понимает, что они только что столкнулись со Змеиным кулаком. Но к этому времени Пай уже давно потерян. После этого нас знакомят с главным героем фильма – Чиеном Фу. Он – сирота, усыновленный вспыльчивым эксцентричным учителем кунг-фу по имени Ли. Ли получает прибыль, обманывая невинных студентов, обещая их сделать экспертами по кунг-фу. Хотя его навыки на самом деле являются просто средними. Он часто злоупотребляет Чиеном Фу физически и заставляет его делать всю уборку. Чиен Фу хочет научиться драться, но даже несмотря на то, что он работает в школе кунг-фу, ему никогда не дают возможности тренироваться. Однажды утром Ли отдыхает, пока студенты тренируются как обычно. Чиен Фу наблюдает за ними и пытается имитировать их движения, забыв подмести пол. Ли незаметно ударяет его палкой. Чтобы беспокоить его еще больше, он ходит испачканной обувью белым порошком, заставляя его дважды подметать пол. Позже Ли использует Чиен Фу в качестве опоры, чтобы научить своих учеников новой форме боя. Он приказывает Чиен Фу не уклоняться от атак и избивает его в качестве примера. Это не первый раз, когда он использовал Чиен Фу, чтобы выглядеть как кунг-фу-эксперт. Чиен Фу часто избивают, но у него нет другого способа зарабатывать на жизнь. Единственный человек, который ему сочувствует, это школьный повар, который даже предлагает приложить лекарство к его ранам. Пай оказывается перед другой школой кунг-фу и решает сесть отдохнуть. Внутри богатый бизнесмен и его сын Лаббан с избыточным весом. Он пришел проверить, достаточно ли хороша эта школа для поступления Лаббана. Директор школы хвастается своими учениками и говорит, что они лучшие в городе. Но Лаббана он не убедил. Он просит ученика сломать стопку из трех кирпичей одним ударом. Студент делает, как ему сказали, и умудряется разбить их все. Но как только он исчезает из поля зрения Лаббана, кричит от боли, держась за руку, которая начинает синеть. Мгновение спустя Лаббан пытается пожать ему руку и понимает, что он только притворялся крутым. Отец и сын уезжают, чтобы вместо этого поступить в школу Ли. После этого ученики видят Пая, дыхающего на улице, и вымещают свое разочарование, избив его. Пая не защищается. Он боялся, что кто-нибудь может заметить его присутствие. Чиен-Фу видит это и останавливает их от причинения вреда бедному старику. Когда студенты нападают на него, Пая использует свои уловки, чтобы заставить Чиен-Фу сражаться. Он встает позади Чиена-Фу и толкает его туда-сюда, чтобы он мог уклоняться от атак. Во время драки русский религиозный миссионер замечает Пая и бросается к нему. В реальности он шпион, которого назначил клан Коготь-Орла, чтобы найти и уничтожить последнего выжившего члена Змеиного клана. Пая замечает его и убегает с Чиен-Фу, прежде чем его поймают. После этого Чиен-Фу приводит Пая в школу и заваривает ему чай. Он также просит старика остаться на ночь, потому что он должно быть ранен. Пая впечатлен его добротой. Тем временем Лобан и его отец на встрече с Ли, который хвастается своим обучением. Лобан ему не верит и просит их разбить три сложенных кирпича. Ли смеется над ним, заявляя, что он может показать им настоящую драку, а не просто разбивание кирпичей. Он вызывает Чиен-Фу и приказывает ему драться с одним из его учеников. Взволнованный Лобан наблюдает, как начинается бой. Чиен-Фу снова избивают. Но он не может уклоняться от атак, боясь, что его будут морить голодом на следующий день. К концу поединка Лобан впечатлен навыками противника Чиен-Фу и соглашается принять поступление в школу. Чиен-Фу возвращается к Паю с несколькими порезами и синяками на лице. Смущенный, он бежит в свою комнату. Ковар рассказывает Паю, что для Чиена-Фу это ежедневное дело – получать избиение. Чтобы поднять ему настроение, Пай оставит миску на свою голову и просит попытаться достать ее. Чиен-Фу старается изо всех сил, но Пай настолько искусен, что не позволяет ему ни разу прикоснуться к чаше. На следующее утро Чиен-Фу просыпается и видит, что Пай пропал. Он замечает на стене сообщение, где говорится о навыке уклонения. Снаружи Пай также нарисовал рисунок шагов, чтобы Чиен-Фу последовал за ним и выучил вчерашние трюки. На самом деле трюки были основами техники змеиного кулака. Используя надпись на стене рисунки шагов, Чиен-Фу понимает, чего пытается добиться Пай – научить его. И он начинает практиковаться. Чиен-Фу – одаренный боец и изучает технику в короткий промежуток времени. Пай натыкается на русского миссионера и следует за ним, чтобы выяснить его истинные намерения. Однако вскоре он понимает, что это ловушка, когда Сучен из клана Коготь Орла останавливает его и вызывает на поединок. Миссионеры Сучен идут против Пая, но ему удается сбежать, обманув их. Однако он остается тяжелораненым после переполоха. В то же время отец Лобана приходит в школу, чтобы проверить успехи своего сына. Ли спрашивает, будет ли Чиен-Фу терпеть побои от Лобана, желая снова использовать его как манекен. Но на этот раз, используя приемы Пая, Чиен-Фу уклоняется от всех его атак. Он даже заставляет Лобана врезаться в своего отца, отчего оба падают на землю. В конце концов, Лобана и его отец убегают в другую школу. Разгневанный Ли неоднократно бьет Чиен-Фу за то, что он унизил его, и случайно натыкается на раненого Пая. Он отводит его в сарай и перевязывает ему раны. Су Чиен встречается с высокопоставленным чиновником из клана Орлиного Когтя, Шан Куаном. И говорит ему все о его встрече с Пая. Затем мы видим, как Чиен-Фу заботится о Пае, пока ему не станет лучше. Узнав, что Чиен-Фу смог изучить технику только по рисункам, Пае соглашается обучить его кунг-фу в змеином стиле. Его единственное условие состоит в том, что Чиен-Фу не будет называть его мастер, не будет использовать изученные навыки для насилия и не будет вмешиваться, когда Пае сражается со своими противниками. Чиен-Фу принимает все условия и начинает тренироваться. Он усердно работает день и ночь и осваивает технику в кратчайшие сроки. В течение нескольких недель Пае дает ему более сложные задания. И он показывает рост и настойчивость, как никто другой. Однажды он лениво подметает в школе пол. Ли видит это и решает его помучить, как всегда. Он наступает на белый порошок. Но прежде как он ступит на пол, Чиен-Фу подставляет тряпки под его ноги. Ли изо всех сил старается обмануть Чиена-Фу. Но он быстрее из-за тренировок. Пока они борются, приходит группа из конкурирующей школы. Лидером группы является новый чемпион по кунг-фу. Он в ярость, потому что все другие школы в городе послали ему подарки в знак уважения. Но Ли этого не сделал. Поэтому он бросает вызов Ли и его коллеге-учителю на матч. Ли неохотно, но поскольку все его ученики наблюдают, у него нет никакого выбора, как только принять. Чемпион, чтобы не тратить время на драку с ними обоими, доказывает, что они всего лишь кучка мошенников, которые знают только базовые знания о кунг-фу. Чиен-Фу хочет помочь им, но так как он пообещал Паю, что будет использовать свои навыки только для защиты, он остается в стороне от боя. После того, как эти двое побеждены, студенты следуют за ними в другую школу. Позже, в тот же день, Чиен-Фу убирается, когда бывший учитель школы мастер Ханг возвращается из поездки. Раньше он был директором школы, пока Ли не занял его место. Взбешенный тем, что они потерпели поражение от противников, он идет в конкурирующую школу и бросает вызов чемпиону. Они вступают в напряженную схватку. Оба одинаковые по навыкам. Но в конце концов, чемпион побеждает мастера Ханга. И все еще не перестает нападать на него. Чиен-Фу наконец делает шаг, из-за которого чемпион злится еще больше. Он нападает на него пару раз, прося дать отпор. Теперь, когда Чиен-Фу может использовать свои тренировки в качестве защиты, он не сдерживается и начинает с ним бороться. Все в шоке, когда видят, как простой уборщик доставляет чемпиону неприятности. Мастер Ханг также удивлен, потому что он не знал, что Чиен-Фу умеет сражаться. Рядом с входной дверью Шэн Куан. Он тоже наблюдает за ними. И видит технику Чиена-Фу. И признает ее как технику змеиного кулака. Поскольку в живых остался только один человек из клана, он уверен, что Чиен-Фу знает Пая. После победы над чемпионом Чиен-Фу и Ханг возвращаются в свои школы. Дома Чиен-Фу находит письмо от Пая, в котором говорится, что его не будет несколько дней. Рядом с письмом – книга о борьбе в змеином стиле. Чиен-Фу бросается в сарай, чтобы увидеть Пая. Но старик уже ушел. Именно тогда Шэн Куан выдает свое появление, так как за ним следил. И спрашивает, знает ли он Пая. Когда Чиен-Фу подтверждает это, Шэн Куан лжет о том, что он друг Пая. И просит Чиен-Фу рассказать ему, когда он вернется из своей поездки. Он также подчеркивает, чтобы его прибытие было в секрете от Пая. Потому что он хочет удивить своего старого друга. Наивный Чиен-Фу верит ему и соглашается помочь. Придя домой, он видит, как его любимая кошка дерется со змеей. Даже несмотря на то, что на первый взгляд змея выглядит более опасной, схватка доказывает, что змея слаба против кошачьих лап. Это дает Чиен-Фу идею смешать технику кошачьей лапы со змеиным кулаком, чтобы сделать технику еще более опасной. Пая возвращается в город и сразу же сталкивается с Су-Ченом. Сначала Су-Чен притворяется мертвым и метает в него ножом. Он считает, что Пай мертв, но оказывается он был готов уклониться от атаки. Они ввязываются в драку, в которой Пай побеждает и убивает его. После этого он отправляется на встречу с Чиеном-Фу, который вне себя от радости, что он вернулся. Они просят повара принести чай, но мужчина подмешивает в него яд. В этот момент Чиен-Фу вспоминает Шен-Куана и спешит сообщить ему о прибытии Пая. Но когда они возвращаются, Пай уже сбежал. Шен-Куан предсказывает, куда он отправился и бежит за ним. А Чиен-Фу следует за ними. По пути Чиен-Фу останавливает русский миссионер, который хочет его убить. Они вступают в драку, в которую миссионер одерживает верх из-за своего меча. Чиен-Фу разрывает на себе одежду, но в конце концов, ему все же удается его победить. Пай встречает Шен-Куана. Ему надоело бегать, и он хочет бороться, чтобы положить конец вековому соперничеству между их кланами. Начинается драка. И вначале, похоже, они совпадают по опыту. Но Шен-Куан вскоре одолевает его и собирается убить его. Но Чиен-Фу их прерывает. Чтобы спасти своего хозяина, он просит Шен-Куана вместо этого сражаться с ним. Пай пытается остановить Чиена-Фу, зная, что он недостаточно обучен, чтобы победить Шен-Куана. Но он не отступает. Вскоре они друг на друга бросаются. И Чиен-Фу умудряется расторапать лицо своего противника с его новой тактикой – техникой кошачьих когтей. Используя смесь змеиного кулака и кошачьего когтя, он создает уникальную смертоносную технику. И она в мгновение ока уничтожит Орлиные когти. В конце концов, Шен-Куан терпит поражение. Когда учитель и ученик собираются уходить, повар подходит к ним и пытается ударить Чиен-Фу ножом. Пай без особых усилий останавливает его и спрашивает, зачем он это делает. Оказывается, он тоже шпион из клана Орлиного когтя. Он смеется, зная, что они вот-вот умрут от яда, которую он дал им раньше. Но Чиен-Фу показывает, что он поменял чай, потому что он был слишком горячим. В последней сцене повар вспоминает, что выпил отравленный чай. Действие яда начинает проявляться, и он мгновенно умирает. В последней сцене Пай хвалит Чиена-Фу за новейшую мощную технику. Всем спасибо за просмотр. Пожалуйста, подпишись на канал и поставь лайк. Это поможет каналу расти. Пока. Субтитры подогнал «Симон»